Проблемы и пути их решения производители обсуждали уже за круглым столом. На базе одного из ведущих предприятий отрасли сегодня прошло расширенное заседание Республиканского союза машиностроителей. Об инициативах, требующих поддержки на федеральном уровне, в репортаже Дмитрия Ковалева. Чтобы поставить новые технологии на колеса и продолжить движение вперед, с пути предприятий необходимо убирать барьеры. Новый корпус завода «Сельспель» – один из примеров эффективной кооперации власти и бизнеса. Земельный участок производители получили в аренду без торгов. И это лишь одна из мер поддержки машиностроителей. Машиностроительный комплекс занимает ведущее место в экономике региона. В Чувашии выпускают бульдозеры, танк-контейнеры, грузовые вагоны, технику для поездов и самолетов. Руководители ведущих предприятий Республики среди участников расширенного заседания Союза. Мы выставляем на мерседесовские, на вольвовские площадки. И сегодня формируемый способ. Эта типовая сцепка весит 21 тонн, но здесь вес автопоезда с тем же КамАЗом 15 тонн. Корпорацию «Ростек» заинтересовала инновационный метод сварки, уже давно внедренный на заводе. Его используют не только в производстве танк-контейнеров, но и скоростных поездов. Эту технологию можно применять и на предприятиях оборонного комплекса. То же самое, но уже боятся сварки трения и перемешивания, энергетика ниже, механические свойства лучше помещаются, скорость сварки выше. Инструменты изготавливаем сами, у нас есть необходимое оборудование. Мост, который мы участвовали в работе, под межнемногу. Перед производителями стоят серьезные задачи. Поставлены они руководством страны, в первую очередь связаны они с диверсификацией предприятий оборонно-промышленного комплекса. Как вы знаете, президент поставил задачу до 30-го года выйти на показатель 50% от реализации гражданской продукции в структуре выручки. Потенциал машиностроительного комплекса высокий. Двигаться вперед производителям мешают и устаревшие правила сертификации. Процедура дорогая и длится не меньше года. Зачастую конкуренты из-за рубежа продвигают инновационную продукцию на рынок раньше. Когда мы начали регистрировать свой танк-контейнер в Москве в регистре, он нам под видом коррозии потребовал поднять толщину до 7 мм в стенку. И мы почти с 4 тонн тары перешли в 5 тонн, и мы стали неинтересны на рынке. То есть сегодня наш контейнер, все, что он нам 5 типов, просертифицировал, через путем внесения изменений. Дело в том, что мы не можем его даже опытную партию изготовить, пока он нам на щелтежке поставит свой знак Москового регистра. Озвученную проблему взяли на карандаш. В Союз Маши и Ростехи готовы пролоббировать интересы производителей. Машиностроительному комплексу необходимы цифровые технологии. Спрос на микроэлектронику повышается. Мы уже приблизились достаточно близко к задаче, которую поставил президент перед оборудовым промышленным комплексом. И уже скоро, достаточно скоро планируем достичь до 50% довести за счет диверсикации и выпуска таких четырех очень важных направлений, на наш взгляд. Это система реакторного контроля СУДП для атомной и тепловой энергетики. Это система интервального регулирования движения поездов на перегонах для российских железных дорог. Среди приоритетных задач – рост экспорта и импортозамещения на российском рынке. Глава региона отметил, что большие возможности предприятиям открывает и заключенное соглашение с Ростехом. Чтобы участвовать в конкурентной среде на разных конкурсах, представлять инновационную продукцию и товары для того, чтобы дальше взаимодействовать. Мы работаем с Ростехом и в отрасли медицины. Михаил Игнатьев обозначил и приоритеты перед машиностроителями. Необходимо создавать высокопроизводительные рабочие места. Предложения руководителей предприятия обещают учесть и в программе ускоренного социально-экономического развития региона. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика.